Когда болезнь стучится в двери, мы обращаемся к врачам, к терапевтам, кардиологам и онкологам, окулистам и травматологам, эндокринологам и педиатрам. Медицинская помощь в Бресте организована на достаточно высоком уровне. Чтобы получить грамотное лечение, нужно просто вовремя обратиться к соответствующему специалисту. И вам помогут. Но что делать, если болезнь застигла внезапно? Ответ на этот вопрос знают все. Следует позвонить в службу 103. Скорая помощь. Здравствуйте. Что у вас случилось? Что с ребенком? Какая температура? Каждый день работников скорой помощи начинается именно со звонка. Люди не обращаются в скорую помощь, когда им хорошо. Как отмечают диспетчеры учреждения здравоохранения, важно это понимать и уметь правильно работать с человеческими эмоциями. Диспетчеры станции скорой медицинской помощи именно такие. Они внимательны, организованы и, главное, спокойны при любых ситуациях. Они все знают про свою работу и людей, отмечают, что самый жаркий период у них весной и осенью. Медицинский персонал должен обладать такими качествами, как... Терпение, профессионализм, это самое главное. Ну и, наверное, по-доброму относиться к людям. Работа с людьми, она всегда предполагает, что идет какое-то нервное напряжение. Потому что, во-первых, нам сюда люди не звонят, когда им хорошо. Естественно, звонят всегда в некой такой напряженности. Естественно, это передается. Вот. Ну, второе, то, что люди, не знаю, как-то не всегда понимают, что такое скорая помощь. И, ну, то есть мы как-то получаемся, что всегда самые первые. То есть не понимают, что можно обратиться в поликлинику, можно заняться своим здоровьем не здесь и сейчас, а то есть как болезнь возникает постепенно, то есть так же ей заниматься. Ну, в общем, у нас, конечно, такая нагрузка получается именно в этом плане. Служба скорой помощи – это особые люди. Во-первых, это, ну, не каждый может работать здесь. Это должен быть человек психологически устойчивый, физически выносливый и, конечно же, ну, морально подготовленный к этой работе. Работа сложная, однозначно сложная, и не каждый с ней может справиться. Вызов принят, и с этого момента все зависит от слаженности работы бригады скорой помощи. Логоритм действий отработан до автоматизма. Фельдшеры Ирина Лепехина и Сергей Козловский действуют отлаженно и быстро. Им нужно ничего не упустив, как можно скорее попасть к нуждающемуся в помощи. Ведь от скорости их действий зачастую зависит жизнь человека. И так работают все команды станции скорой медицинской помощи. Уже в дороге у фельдшеров, знающих симптомы пациента, вырабатывается план первичного обследования. Чаще вызывают пожилые люди, такие вызова, как артериальное давление, подъем, детские вызова, есть тоже температуры разные, боль в грудной клетке тоже, это пожилые люди больше вызывают. Вот такие вот у нас, больше всего вот этих вызовов. Мы, наверное, самые первые сталкиваемся с горем людей, потому что, как говорят некоторые, мы на передовой самые первые, будь то это ДТП, какие-то общественные места, или даже банальная температура в квартире на вызове. И когда тебе говорят спасибо после того, как ты оказал помощь, ну, наверное, это стоит того, чтобы работать. Работа на износ, но без нее работники станции скорой медицинской помощи своей жизни уже не представляют. И как военные говорят, кто, если не мы? Когда ты вникаешь в суть этой работы, то понимаешь, что без этой работы вообще жить нельзя. И это очень важная работа не только для нас, но и для всего населения, вот и нашего города, и нашего района, и вообще всей республики, и вообще всего мира, наверное. Потому что, ну, кто поможет в самую сложную минуту человеку, кроме скорой помощи? Мы всегда на страже и готовы помочь всем, кто к нам звонит. Стараемся сделать все как можно быстрее, как можно качественнее и лучше, чтобы сохранить эту жизнь, здоровье человека. Это для нас очень важно. Это наша работа.